Привет, друзья! В Украине уже началась неделя Октоберфеста и сегодня будем пробовать классический немецкий пилснер сваренный по буварскому закону о чистоте пива Битбургер Сначала я его открою, а потом уже расскажу вам о пивоварне и о самом сорте пива Снимаем форму, вот она как вылезает красивенько Первый бокал практически одна пена История пива Битбургер началась в 1817 году Иоганн Питер Валенборн основал броварню в Битбурге В 1839 году пивоварня перешла в собственность Людвига Симона, зятя Валенборна Который дал ей название по своей фамилии Симон Браул Пивоваренная компания, которая владеет торговой маркой Битбургер И сегодня принадлежит потомкам ее основателя И называется Битбургер Брауэрри Теобальд Саймон ГМБХ И включает в название имя третьего ее собственника Теобальда Симона Именно Теобальд Симон в 1883 году впервые на пивоварне сварил светлое пиво низового брожения, лагер А до этого варили в основном темные сорта верхового брожения В 1937 году появился слоган торговой марки Пожалуйста, один бит Который стал крылатым выражением среди любителей пива в Германии Вот и на бочонке написано Битте ин бит Сегодня пивоварня Битбургер Брауэр Саймон ГМБХ Находится в собственности седьмого поколения семьи Симонов Ее торговая марка Битбургер Занимает третье место по объему продаж пива на немецком рынке На бочонке написано Бочковое пиво номер один в Германии Вот, посмотрите Битбургер является самым популярным раздевным пилснером в Германии В рецептуре данного пива, как утверждает производитель, только натуральные ингредиенты При изготовлении пива Битбургер используется старинный семейный рецепт В состав которого входят два сорта ячменя Ароматный баварский хмель И безупречно чистая вода Изюминкой рецептуры являются дрожжи Их состав строго хранимый фамильный секрет Сразу хочется отметить шикарную пену У этого сорта пива Пахнет он такой мягкий солодовый запах С нотками меда, как мне кажется Хотя в составе меда нет Во всяком случае и не пишут В составе пишут солод, хмель и вода И больше ничего Пиво напомню сварено в соответствии с баварским законом о чистоте пива Даже на самой бочке написано Ренхенггебот Так вот, это баварский закон Ренхенггебота о чистоте пива Оно такого очень светлого, золотистого, желтого цвета Карбонизация редкая, ненасыщенная Пузырьки маленького размера Пенка довольно таки плотная Красивая, но быстро оседает Ну как, не совсем быстро, но оседает на глазах Посмотрите, как оно выглядит Попробуем его на вкус У него очень мягкий вкус Там точно есть мед, о котором мне пишут Небольшая горчинка в послевкусии Довольно таки неплохой пьюстер С приятной консистенцией Он такой довольно водянистый Алкоголь у него 4,8% Плотность 11,3% То есть это такой классический пьюстер Пиво, которое его пьют много в Германии Оно по производству, по продажам Занимает третье место в Германии Легкий вкус классического пилснера С медовыми нотками И с горчинкой в послевкусии По 10-ти бальной системе я ему с уверенностью Могу поставить чертую восьмерку Так как это пиво составляет из себя Именно тот сорт, который и позиционируется Производителем Я бы мог так сказать Но в данном случае Я не могу поставить этому пиву Оценку более 6 баллов Именно потому, что в нем находится мед Который мало того, что не указан в составе А самое основное Он никоим образом не должен входить В состав пива сваренного По буварскому закону о чистоте пива Именно по этой причине данному сорту пива Я ставлю 6 баллов Уважаемая немецкая пивоварня Грубо говоря вводит в заблуждение своего потребителя Лично для меня это существенный факт А еще больше всего я не люблю, когда меня обманывают Данный бочонок пива в Украине я приобрел за 195 гривен Это была акция Причем акция довольно таки серьезная Потому, что это пиво стоит очень дорого в Украине Первоначальная цена за 5 литров За 5 литровый бочонок этого пива Была 500 гривен 500 гривен это больше 20 долларов Где-то 21-22 доллара 195 гривен это 9 долларов То есть скидка была существенная Более 50% Поэтому ради интереса я его приобрел Скажу вам честно Навряд ли я его куплю еще когда-нибудь Но думаю, что любители Светлых легких лагеров С медовым привкусом По достоинству оценят данный экземпляр Пейте хорошее пиво Заходите на мой канал Подписывайтесь Пишите свои отзывы и предложения Будет интересно Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok